Возможно, еще рано подводить итоги года. И все же, каким был 2017-й для свободной экономической зоны Гомель-Ратон? Ну, приведу несколько цифр. Нами зарегистрировано 7 предприятий. Уже в прошлом году было 6, но вот за 10 месяцев мы 7 зарегистрировали. К нам пришли иностранные инвестиции на чистой основе, где-то на 60-50% больше, чем в прошлом году. То экспорт товаров для резидентов свободной экономической зоны с частной формой собственности увеличился на 30%. Ну, то есть такой, если в цифры рассмотреть, то неплохой результат у нас был за 2017 год. Появляется уникальное производство, создаются новые рабочие места, что очень важно. Что еще? Ну, это самое главное. Создается новое производство и рабочие места. Да. Приходят инвестиции в Гомельскую область, в Республику Беларусь. Плюс, я знаю, достаточно успешно вовлекаете неиспользуемые объекты. Это ведь тоже большое дело. Сколько сегодня резидентов в большой семье свободной экономической зоны? 81 предприятие работает в свободной экономической зоне, 40 с участием иностранного капитала. Капитал вложен из 18 стран мира. Больше половины предприятий, ну, 70% это предприятия частной формы собственности. 81 компания – это много или мало, как по-вашему? Ну, нельзя так рассуждать, что много, мало предприятий. Можно зарегистрировать много мелких предприятий, а можно зарегистрировать два предприятия, которые будут иметь стратегическое значение не только для области, но и для всей республики. Большая доходность? Большая доходность, создание много рабочих мест. Примеров мы можем много таких привести. И предприятие ЛКП, где более тысячи рабочих мест создано. И Веза, где около 300 человек работает. И предприятие ЕКБ, которое шлет карнавальные костюмы, там тоже 200 человек уже трудится. И Делком-40, где уже более 100 человек работает. Кстати говоря, о новых инвест-проектах, которые должны вот-вот появиться, быть реализованными, что стоит выделить? Ну, стоит выделить самый крупный проект из последних, который мы зарегистрировали за последних три года. Это предприятие Делком-40 с польским капиталом, которое уже приступило, ну, на полную мощность они пока не вышли, они приступили к производству мебели. Сейчас там трудится более 100 человек, но планируется около 1000 человек работающих. Это будет, я думаю, это крупное, самое крупное, наверное, предприятие будет по производству мебели в Куемской области. В свободной экономической зоне Гомель-Ратун ВС 2005 года. Как за это время менялось законодательство СЭС? И стали ли условия для резидентов более комфортными? Ну, как раз вот в 2005 году был принят указ президента, который определил все льготы, которые предоставляются резидентам свободной экономической зоны, как налоговой, так и таможенной. Был определен статус администрации свободной экономической зоны, это было определено, что это государственное учреждение. И уже начиная с 2005 года, изменение законодательства шло по двум направлениям. Это улучшение законодательства и унификация его в связи с тем, что создавалось единое экономическое пространство Российская Федерация, Беларусь и Казахстан. И в этом направлении шло изменение таможенного законодательства несколько. Оно менялось неоднократно. И тем не менее, инвест-климат, который создан здесь, в Гомельской области, он привлекателен? Да, я считаю, что он привлекателен. Достаточно созданы условия, льгот предоставляется инвестору для того, чтобы в льготных условиях вести здесь бизнес. В 2018-м свободная экономическая зона Гомеля-Ратун исполняется 20 лет. Как готовитесь к юбилейной дате? Ну, прежде всего, подводим итоги. Ведь мы созданы были в 1998 году сроком на 50 лет в соответствии с указом президента. Мы еще молодые, мы даже 50% не исчерпали. То есть пока вот подводим сейчас итоги, чего мы достигли, что мы сделали хорошего для Республики Беларусь, для Гомельской области. Также смотрим недоработки, в том числе и администрации свободной экономической зоны. Анализируем законодательство еще раз. Это нужно делать для того, чтобы развиваться? Да, обязательно, обязательно. И вот я думаю, что в следующем году мы проведем такой конгресс очередной, второй, хотим провести свободных экономических зон, где опять же обсудить итоги работы на примере, может, свободной экономической зоны Гомеля-Ратун, пригласить партнеров, соратников. Что ж, пусть все обязательно получится. Спасибо за интервью и только добрых новостей. Спасибо.